выбираю себе ежедневник на двадцать четвертый год хочу купить старый добрый малискин потому что лёхтрум какой-то не знаю стрёмный внутри не могу выбрать красный или чёрный вот это сложный выбор у нас он стоит 2690 мне кажется также как в россии примерно предположим доброе утро друзья это неделька а также этот кофе на который мне не дали крышку меня уже порядком извела потому что мне как пищи студенту нужно посещать кое-какие лекции иногда и они без оценок чисто на посещение на этой неделе у меня пять дней подряд с 10 до 2 стоят эти лекции и просто сил моих нет уже на них ходить потому что я во-первых не люблю так рано приходить на работу в моем расписании больше прийти попозже и уйти попозже так еще и четыре часа в день и при этом лекции по внимание астробиологии ну то есть вообще просто там какая-то херня откровенная на них мне кажется что если вы откроете рандомное видео на ютубе или посмотрите передачку весе про неземную жизнь на то же самое что на этих лекциях только это растянуто на получается 20 часов за одну неделю и конечно же нужно не забывать что еще и работать нужно параллельно ну ладно помимо этого я планирую сегодня после этой замечательной лекции сесть рассказать вам про свое планирование вы же видели что я обзавелась новым ежедневничком очень excited знаете его открыть запачкать и рассказать вам о том как я вообще планирую свою жизнь сейчас и как это буду делать в двадцать четвертом я приехала к институту и тут когда заходишь нужно на пропускном пункте показывает свою карточку вот так вот ничего необычного и забавно что некоторые охранники запоминают людей и даже не смотрят на твою карточку такие hello заходи а кто-то прям такой кто как будто бы вот вы знаете в 10 утра очень много людей хотят прийти в институт просто так конечно даже те кто с карточкой особо не хотят и это мне напомнило когда я была в кембридже что у нас там тоже в колледж пускали только по пропускам но там охранники которые назывались портеры они знали каждого человека в лицо и не только в лицо они еще и знали как каждого зовут и иногда даже помнили как у тебя дела чем-то занимаешься там спрашивали как прошел твой экзамен и так далее и вот такое персональное отношение к людям когда тебя помнят по имени помнят как у тебя дела чем-то занимаешься это было прямо что-то здесь конечно если тебя запомнят лицо уже уже хорошо так что я пришла сейчас пойдем с на лекцию никого нет давайте я вам расскажу как я обычно планирую свою неделю и также мы с вами распакуем новый ежедневник и начнем делать первые планы уже на 2024 год в этом году мне кажется я как-то про покапилась со своим планированием обычно я очень организованный человек и люблю иметь какой-то планер и вот в этом году у меня почему-то не сложилось так что было какое-то одно место для записей своего планирования недели и так далее на самом деле меня это очень бесило поэтому на двадцать четвертый год я взяла себе вот такой красивый малискин ух давайте мы с вами сделаем распаковочку да одной рукой неудобно чего-то для вас не сделаешь и купила вот такие ручки к нему черная и красная и это маркер из мучера сейчас будем заполнять новый блокнот новыми ручками кто меня понимает просто вот в комментарии напишите сейчас расскажу вам сначала что я делала в этом году я по настроению либо делала себе расписание на айпаде и в целом тут примерно то же самое что на развороте в ежедневнике я сейчас покажу поближе я записываю сюда во первых обязательно одним цветом каким-нибудь все свои встречи на работе вот например на этой неделе у меня в девять утра в понедельник была встреча с австралицами потому что у них это 4 потом у меня каждый день вот стоят лекции с десяти до двух мои любимые также у меня есть встреча в четверг с научной группы и должна быть еще в пятницу надо узнать во сколько она у меня как-то периодами было в этом году я туда айпаде писала то в блокноте и вот у меня такой есть блокнотик который я в питере купила с девочками он очень милый и я здесь вот себе писала то же самое что в том ежедневнике только вот так это как-то выглядело почему я жалею что не купила ежедневник потому что это просто мыс большой минус еще вот такого ежедневника и вот такого ежедневника чтобы первых это разные носители и вы что-то записали в один что-то в другое что вообще забыли и тут чтобы запланировать что-то на полгода вперед ты же не будешь сам сидеть писать это расписание недель даже на месяц вперед уже лень поэтому строить какие-то долгосрочные планы просто боль если вы как я любите планировать просто пойдите купите себе нормальный ежедневник я обязательно в начале недели планирую свои тренировки вы знаете если вы хотите чтобы какая-то привычка у вас закрепилась в жизни вам нужно это запланировать а если вы запланировали эту активность с кем-то или например записались на класс или заплатили за нее это просто увеличивает шанс что вы ее исполните на сто пятьсот раз на этой неделе у меня не очень много спорта потому что очень много работы но у меня вот на сегодня запланирована йога и на воскресенье я пойду на йога-воркшоп который будет длиться аж три часа я думаю что я буду что-то снимать по влог поэтому в следующем видео увидите обязательно также я сразу же обычно до начала недели планирую свои классы я сейчас занимаюсь французским на этой неделе пришлось отменить из-за моих любимых лекций по астробиологии и также я в исключительных случаях еще веду английский и поэтому я тоже это записываю и соответственно вокруг этого плана таких моих базовых каких-то вещей как работа спорт какие-то extra curricular activities я не знаю как это назвать по-русски дополнительные активности я уже планирую какие-то свои веселые дела кстати после того как посмотрите это видео напишите вам вообще интересно слушать про какую-то рутину и такие обычные дела как планирование недели потому что мне кажется что это настолько просто что может быть это не нужно снимать но напишите по крайней мере как-то в комментариях у меня был запрос расскажи про то как ты планируешь свое время расскажу еще про то как я распределяю задачи у меня есть во первых на каждую неделю как я рассказала какой-то мой фиксированный график со встречами и его я бы вот записывала вот сюда знаете я бы не перегружала свое расписание если нету чего-то неотложного потому что знаете когда у вас очень много чего написано за день это фрустрирует и только добавляет тревоги потому что вы смотрите на это и такие просто о блин какой кошмар и я это никогда не сделаю я сама в этом виновна но я замечаю что если я пишу слишком много приоритетных дел то я потом не делаю ничего я бы записывал сюда вот эти свои фиксированные встречи и полезные дела классы только если это какой-то дедлайн или приоритетные дела и при этом очень сильно ограничивала бы себя в их количестве подумайте что если вы не сделаете вы будете лежать вечером перед сном и думать господи мне нужно было это сделать вот только вот это вот сюда запишите чтобы вы потом поставили галочку а все остальные дела которые непринципиально вы сделаете сегодня или завтра я бы записывала вот на эту страничку и уже в зависимости от того где у вас какое время свободно дала бы из вот этой колоночки и распределяла бы по дням еще что мне нравится делать это вот сюда в начале недели там где нету дня или там внизу где-нибудь вы можете написать какая у вас главная цель недели потому что часто дело большое и вы будете над ним работать не один день а может быть оно такое большое что даже перенесется на следующую неделю но иметь вот так вот в шапке какое-то ваше приоритетное дело и постоянно знаете как keep it in mind держать это в уме и возможно принимать какие-то маленькие шаги к этому или можете если у вас нету дела просто написать себе туда какой-нибудь приятные пожелания может быть что-то что у вас настроит на неделю а например может быть вам хочется на этой неделе больше общаться с людьми или может быть вам хотелось бы меньше тревожиться можете тоже подобрать какую-нибудь милую фразу который будет вам напоминать об этом давайте я расскажу вам что запланировала уже во первых очень exciting очень-очень рада но пока не буду тут рассказывать потому что очень боюсь согласить в начале января я запланировала большое путешествие в новую страну я вот так покажу январь 1 января вылет и я уже купила билеты которые стоили 700 с лишним евро то есть вы можете понять что полет довольно далекий могу сказать что я лечу компании эмирит но я не лечу в дубай потому что я уже там была и это не было бы новая страна кстати если вы не смотрели мои влоги из дубая у меня есть два очень классных видео которые очень сильно залетели посмотрите поэтому я запланировала это я уже запланировала себе одну конференцию которая будет 22 23 января это не серьезная конференция это конференция внутри института и мне по требованию нужно два или три раза вы бы выступить на этой конференции просто для своего печати также я обычно отмечаю вот такими маленькими буковками и холодиль в своем календарике когда в германии выходные я обычно проверяю на год вперед и это мне помогает эффективнее планировать свой отпуск чтобы во первых понимать сколько выходных я использую во вторых выбирать возможно какие-то недели на которые попадают эти public holidays публичные выходные и соответственно я могу экономить свои отпускные и еще начала записывать первые дедлайны прикиньте на май это дедлайн подачи заявки на конференцию на которую я хочу поехать это будет конференция непосредственно посвященная моей теме события проливного разрыва это узкая тема и конференции которые вот прямо на эту тему на самом деле практически нет поэтому я мне кажется стопроцентно поеду на эту конференцию она будет на крите да да она будет на крите прикиньте в сентябре следующем и вот записала себе чтобы не забыть подать туда свою заявку потому что я хочу поехать на крит по работе конечно мне очень нравится процесс планирования и ведения ежедневника даже как-то настроение немножко поднялось а то я с утра вообще выбеженная была этими тупыми лекциями потому что появляется какое-то ощущение что у вас жизнь под контролем что вы понимаете что в ней происходит а если не понимаете можно сесть распланировать и будет понятно поэтому мотивирую вас надеюсь тоже взять попланировать следующий месяц следующий год взять так сказать все свои ручки а я пойду дальше сидеть на своих любимых лекциях сейчас час у меня был короткий прерыв сейчас будет еще один час лекции так что увидимся с вами позже час 6 вечера и я собираюсь сваливать с работы ехать на йогу и сейчас вы будете смеяться я переодеваю свою толстовку макс планковскую институтскую в неприличную для работы толстовку сейчас поймете о чем я она мне очень нравится но на работе я в такой ходить не могу но на йогу в самый раз к слову о том какая я безумно продуктивная я сегодня встала где-то 8.30 час лежала в кровати смотрела ютуб и пила кофе с мыслью что я сегодня до работы хочу пойти в спортзал и вот я лежала и вот сейчас 9.30 я решила встать и все-таки пойти в спортзал и знаете мне безумно лень и я приеду на работу к часу ну хоть как-нибудь схожу потому что мне кажется лучше так чем никак стараемся держать хоть какие-то обещания себе и всем людям кто думает что я продуктивная и не ленивая на самом деле я очень ленивая если рассматривать то сколько я бы всего хотела за день делать но наверное важно помнить что быть ленивым это как бы неплохо главное все равно выполнять какие-то свои задачи даже если перед этим вы лежите в час в кровати ну ничего страшного если вам нужно чтобы кто-то сказал что ничего страшного что вы час лежите в кровати все ок полежите еще главное потом отдохните належитесь и встаньте и сделайте что хотели в любом случае я сейчас одеваюсь и идем с вами в зал хотя бы на часок посмотрела прогноз погоды что нет дождя на улице вышла на улицу а там угадаете что иду обратно зонтом вашу его как его как-то сегодня не идет у меня стойка на голове думаю что знаете когда несколько недель не делаешь как-то тело немножко подзабывает и кажется что очень много веса на голову так что в этом сегодня фейл но в целом я считаю что успех я конечно пришла в зал не как я хотела часам 9 а к 10 20 и вот часик позанималась но мне кажется все равно очень хорошо попробовала сегодня помучиться на trx очень сложно думаю что я буду закругляться конечно когда знаете я прихожу в зал мне сначала очень лень а потом как-то что ли вхожу во вкус и меня прямо не вытащить отсюда очень интересно становится вспоминаю кучу всяких упражнений которые хотела поделать и попробовать но сегодня еще у нас много работы пора нам подвигаться дальше кстати заняла вот свободную студию для групповых занятий не очень нравится тут пусто никого нет куча места и большие зеркала если у вас есть такая свободная студия в зале меня отсюда никто не выгнал и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok